доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и я еще раз решил записать видео о прохождении дистанционного психологического обследования сейчас на ваших экранах программа программа называется аэс лпфо это комплекс программ это некая вот такая сборная возможность у нее существует у этой программы собирать различные сборки то есть существует оболочка собственно под названием аэс лпфо услуги и существует масса масса у нас лаборатории диагностических методик автоматизированных методик вот в данном случае они здесь все представлены вот обратите внимание я их выделяю вот аэс лпфо услуги и здесь у нас значит в этой сборке присутствует методика mmpi анкета раймонда котелла на 187 вопросов утверждений 16 факторный личностный опросник краткий отборочный тест нервно-психическая устойчивость пзмр простая зрительно-моторная реакция равен тест интеллекта rdo реакция на движущийся объект сложная зрительно-моторная реакция методика спилбергера ханина методика унп уровень невротизации психопатизации методика usk уровень субъективного контроля и методика таблицы шульте вот на данный момент я их выделил и вот мы здесь можем их видеть здесь циферка 14 но с учетом оболочки всего в эту оболочку ас лпфо на данный момент в данной сборке включено 13 диагностических методик люди задают вопросы не понимают что и как хотя в инструкциях это очень очень подробно и просто описано на остальные файлы можно не обращать внимание здесь файлы базы данных значит стимульный материал числа вот в частности стимульный материал методики равена стимульный материал методики таблицы шульте и так далее ну одним словом при распаковке архива то есть если вы получаете значит наше программное обеспечение оно обязательно в архиве архив не запаролен ничего соответственно вы его просто кладете на рабочий стол центр рабочего стола этот архив и архиватором winrar или бесплатным архиватором 7zip вы его можете разархивировать из этого архива и соответственно получить вот эту папочку данном случае эта сборка для о есть такая организация о бюрократ и вот мы сейчас им оказываем услугу соответственно эта сборка подготовлена специально для них соответственно я вам проговорил по методикам и люди почему-то вот сталкиваются последнее время раза два или три просто-напросто ой у меня программа почему-то не запускается то есть они не разархивируют программу в архиве она у них так лежат лежит просто открывает ее и начинают проходить обследование соответственно им программа на первом же этапе запуска сообщает что обследование провести нельзя программу надо разархивировать вот этот архив в целом надо разархивировать получается папочка а s lp for услуги и название вашей организации соответственно любая диагностика начинается запуска основного файла запуска а s lp for услуги вот он у меня здесь сейчас выделим. И программа последовательно будет предъявлять вот эти самые методики. Вот не в том порядке, в котором они сейчас расположены в этой папке, а в своем нужном ей порядке она будет предъявлять те или иные методики. mmpi, ktl, код, еще, 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 еще и так далее. Одним словом, по прохождению запуска SLPFO оболочки, давайте мы ее запустим. Так вот это выглядит. И соответственно здесь указаны все методики, которые предстоит человеку пройти. И просто нажимаем кнопочку начать работу. Загрузится первая методика. Методика, вот здесь вот она указана первая, тест УСК. Методика уровень субъективного контроля. Затем пойдет методика, предъявится методика mmpi, проба, pzmr и так далее, и так далее, и так далее. Очень важным моментом является то, поскольку это все последовательно будет предъявляться. Очень важно после каждой методики ее завершение, когда компьютер сообщит, программа сообщит о том, что методика пройдена, вы хотите продолжить, но вы ответите окей. Результаты прохождения методики, ну предположим в данном случае УСК, сохранятся и автоматически загрузится следующая методика. Нажать надо будет выход, то есть окончание работы с методикой закончили, результаты сохранены программой в нужном ей месте, и соответственно вы нажимаете кнопочку выход. По нажатию кнопочку выход вам предложится такое окошко продолжить, спросит вас программа, вы отвечаете окей, и соответственно запустится методика следующая mmpi или какая-либо другая зависимости от вашей сборки. Ну, мы сейчас не будем проходить обследование об этом, очень-очень-очень много видео у меня на канале существует, можно посмотреть, но суть я вам пояснил еще раз. После, закроем методику, после того, как пройдет человек, работник, специалист всей методики, у него в папочке отправка, это самая главная папочка для человека, проходящего ПФО, появятся результаты, появятся они, ну давайте его так назовем, вот создать, какой-нибудь Word-овский файл, то есть предположим, да, он будет лежать в архиве, давайте я даже заархивирую этот файлик, добавить в архив, вот этот файл будет лежать, раровский, вернее не так, здесь появится файл, который будет иметь расширение BVN, ну вот как-то так, то есть расширение этого файла будет BVN, этот файл невозможно открыть, его невозможно открыть, программа его автоматически сформирует, и его невозможно открыть, этот файл, мы только в лаборатории, наш специалист с помощью специальной программы может открыть этот файл, то есть персональные данные, вот если шифрование 256, значит, знаков в программе WinRAR присутствует, то тут шифрование значительно-значительно мощнее, надо сказать, что расширение, это наша собственная индивидуальная разработка, разработка BVN, надо сказать, что вот если у вас есть файлик формата, допустим, RAR, да, вот обычный файл RAR, если вы запустите его на компьютере, с помощью специальной программы попытаетесь его взломать, один файлик, если у него пароль, допустим, там 10-15 знаков, то вы сможете сделать себе такой подарок, открыть этот архив, а этих архивов здесь вот в этой папочке будет несколько десятков, вы сможете это сделать, ну, примерно за год, то есть вот начнете 1 января 2018-го, предположим, года, да, то сможете где-то 31 декабря 2018-го года открыть этот файлик, вот RAR-овский, вот, это стандартный архиватор, WinRAR, он известен всем и вся, а вот наше расширение, которое я вам показал, BVN, оно, ну, порядка 100 раз сложнее его взломать, нежели архив RAR, это наша собственная разработка, то есть вот RAR, за год вы сможете взломать один архивчик, то расширение BVN вот такой вот файлик, его будет взломать в 100 раз сложнее, ну, то есть, если брать за единицу год, да, взлом архива WinRAR, то здесь, ну, лет через, если очень мощный компьютер, ну, лет так через 20, 30, 40, 50, может быть, у вас получится методом перебора, подбора, взломать вот наш архив, который получается, аналогов в мире нет, то есть, наша защита круче, чем архив, запароленный архив WinRAR, взломать его невозможно, здесь этих файликов, в этой папочке отправки будет очень много, ну, то есть, так, лет 50 можно попробовать и взломать, наконец, вот этот архивчик с одной методикой, предположим, MMPI, видеть там какой-то график, или циферки какие-то, вот, то вам предстоит взломать еще и остальные, там, 12-13 методик, соответственно, вы получите какую-то информацию, но кому это надо, как говорится, да, кто на это будет тратить время, время, там, средства, ресурсы, электричество, компьютер работать должен постоянно круглый год, а то и не один, чтобы взломать такой файлик расширения BVN, одним словом, вот такая ситуация, далее, пользователь, прошедший ПФО, он берет, нажимает правой клавишей мышки, и, соответственно, добавляет полностью всю эту папочку, со всей содержащейся в ней информацией, добавляет в архив RAR, ну, там максимально делает, архивчик, вот она появилась, вот эта папочка, папочка отправка.rar, и вот эту папочку необходимо отправить через форму сайта, сайта lpfo.pro, нашего сайта, раздел номер 8, это также происходит обычно, как в обычной почте, то есть там прикладывается, файлик загружается, как это делается в обычной почтовой программе, он прикладывается в этой форме сайта, и отправляется, кроме того, можно эту папочку архив RAR отправить нам по электронной почте lpfo.psi.sobako.gmail.com То есть вот всю папку отправка архивируем, и соответственно отправляем нам. Мы это все дело разархивируем, и обрабатываем результаты, получаем результаты по человеку в рамках проводимого в отношении него психофизиологического обследования. На основе этих данных мы делаем с помощью, опять же, специализированной программы, которая носит название автоматизированное заключение спектр, помимо того, что мы, значит, открыли эти файлы с помощью специальной программы, разархивировали, грубо говоря, вот эту папочку, вот эти архивчики BVN с помощью специальной программы. Мы в дальнейшем анализируем эти результаты с помощью специальной программы АЗ-спектр. Формируем заключение по каждому работнику. На основании полученных в целом результатов оформляем справку ПФО при прохождении психологического обследования в рамках контролирующей деятельности Ростехнадзора. Ну вот, если так вот вкратце, я об этом, в общем-то, уже говорил неоднократно, но в последнее время сталкиваюсь с тем, что все-таки вот есть вопросы у людей, кто-то архив не разархивирует, кто-то не понимает в инструкции первой строкой написано запустите файлик АСЛПФО услуги, пытаются открывать как-то по-другому, еще как-то баловаться. Баловаться не надо, надо просто спокойно сесть, запустить файлик основной АСЛПФО услуги, последовательно пройти вот эти самые методики, получить результаты в папочке отправка, заархивировать и отправить в наш адрес. Все. На этом задача психозеологического обследования, его прохождение завершена. Вот, собственно, и все. На этом все. Благодарю вас за внимание. Если будут еще какие-то вопросы, пишите мне на почту, звоните по телефону, как-то интересуйтесь по-другому, в Вайбере, Скайпе, как угодно. Задавайте нам вопросы, если возникнут какие-то проблемы. Но система отработана. Ломаться во всем этом нечему. Это как автомат Калашникова. Выстрелил и забыл. Система такая, да? Выстрелил и забыл. Выстрелил и забыл. Выстрелил и забыл. Дальше не ваша забота. В ваш адрес, в адрес вашего предприятия, кто проходит психологические обследования, поступят результаты, поступят заключения и результаты вашего ПФО с оценкой первая группа годен, вторая группа ограниченно годен, третья группа не годен к работе с какими-то опасными видами работ. Атомными, какими-то транспортными или еще. Ну вот, собственно, все на этом. Благодарю вас за внимание и удачи вам!